Африка Твин 1100 Дешевый Африка Твин Заменитель из Поднебесной Модель Хэнзанг Дахайда 500 GS ADV или Кови ADV 500 Которая была представлена в конце 2020 года А в продажу в Китае поступила в начале 2021 по цене около 4500 долларов Как мы можем видеть, китайцы не стесняясь полностью скопировали внешность супер популярной модели от Хонда Чем собственно и привлекли к себе большое внимание по всему миру Правда стало известно, что в США эти мотоциклы поставляться не будут Из-за возможных судебных разбирательств по поводу плагиата Так давайте же узнаем, что из себя представляет эта интересная модель Субтитры создавал DimaTorzok Сердцем Хови ADV 500 является двигатель Longchin KE500 Который также является клоном хондовской 500 кубовой параллельной двойки Восьмиклапанная силовая установка жидкостного охлаждения объемом 471 кубический сантиметр Выдает 48 лошадиных сил максимальной мощности при 8500 оборотах в минуту И 43 ньютон метра крутящего момента на 7500 За питание отвечает инжекторная система, которая обеспечивает средний заявленный расход топлива Около 4 литров на 100 километров При этом Коби ADV 500 имеет целых 2 топливных бака Один находится на привычном месте и имеет объем 23 литра А второй находится в хвосте мотоцикла и вмещает еще 17,3 литра Общий объем 40,3 литра позволяет по официальной информации производителя Проехать расстояние от 1000 до 1200 километров Переключение между независимыми друг от друга баками с отдельными бензонасосами Осуществляется одной кнопкой при заведенном мотоцикле Вот вам и Китай Продолжение следует... Коби ADV 500 имеет 2 версии Дорожную и Адвенчер Для дорожной версии высота сидений составляет 820 миллиметров А для Адвенчер 860 Благодаря более длинным ходам подвески Который состоит из передней перевернутой регулируемой 43 миллиметровой вилки УСД С ходом 170 и 200 миллиметров соответственно Сзади установлен регулируемый моноамортизатор с выносным резервуаром на левую сторону Для удобства регулировка по принатягу пружины Была вынесена на правую сторону мотоцикла около двигателя Также версия Адвенчер оснащена 21-дюймовым передним и 18-дюймовым задним колесами Которые обуты в шины двойного назначения Pirelli Дорожная версия имеет передняя на 19, задняя на 17 Которые обуты естественно в дорожные шины Помимо Китая и Японии в этом мотоцикле присутствует и немножечко Испании Которая олицетворяется в тормозах поставляющихся испанской фирмы G-Huan Напомню, тормозными системами этого производителя пользуются также КТМ На DW500 установлены два 320-мм плавающих тормозных диска с двухпоршневыми суппортами Шланги уже стоят армированные, которые обеспечивают неплохую обратную связь Сзади установлен один 260-мм тормозной диск с однопоршневым суппортом Естественно присутствует АБС Причем задний канал, который может помешать на бездорожье, можно отключить Также мотоцикл имеет отличную защиту кузова и двигателя в стиле той же Африка Твин Молча Молча Который дизайн Кови АДВ500 имеет множество технических особенностей, которые не встретишь даже на более дорогих мотоциклах Японских и европейских производителей Например, с завода Маленькая Африка уже поставляется с демфером рулевого управления Впечатляющий 7-дюймовый TFT дисплей с сенсорным экраном больше, чем таковой у Harley Pan America Который с помощью двух камер, установленных спереди и сзади, записывает трафик и считывает видео Через USB слот, расположенный сбоку во внутренней панели На дисплей выводится абсолютно все что нужно и даже больше, включая давление в шинах, погоду и высоту над уровнем моря Имеется также дополнительный нижний дисплей Да, мотоцикл получился весьма и весьма интересным Однако при таком оснащении на цену у нас ниже 10 тысяч долларов рассчитывать, я думаю, не стоит Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok